Чебоксарский поисковый отряд Сегодня день местного самоуправления Каждое муниципальное образование Своеобразное маленькое государство Со своей территорией, населением и управлением Но, как известно, сила не в разобщенности, а в единстве В данном случае взаимодействии законодательной и исполнительной власти В день местного самоуправления эти вопросы обсудили за круглым столом Площадок для круглого стола было сразу четыре Активно обсуждалась, к примеру, реализация дорожных карт Упрощающих процедуры введения бизнеса в республике Развитие бизнеса – это первоочередная статья доходов, направленная на выполнение социальных обязательств Одним из критериев – это эффективность работы контрольно-надзорной деятельности Является снижение давления на бизнес в части проверок Административные регламенты не у всех Они есть сегодня У каждого на сайте должен быть вывешен регламент проверки При этом каждый субъект предпринимательства должен знать, чего от него хотят в рамках муниципального контроля Не менее актуальным остается сбор и вывоз твердых бытовых отходов в населенных пунктах Законодательство меняется и все новеллы необходимо оперативно отслеживать на местах Добавится обязанность у регионального оператора устранять несанкционированные свалки При этом он будет это делать в силу закона А счет за ликвидацию этой свалки будет выставлять в собственнику земельного участка Обсуждался ввод в сельскохозяйственный оборот Необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения И регистрация в муниципальную собственность невостребованных земельных долей Словом, совместная работа власти и общества продолжается Родион Архипов, Александр Петров, Республика Деловая программа сменилась в праздничные Рядовые специалисты, начальники отделов, главы администрации В таком составе они собираются вместе только раз в году День местного самоуправления в стране празднуют в пятый раз Торжественная встреча – повод подвести итоги работы Глава республики отметил, что чувашские деревни и города становятся все более привлекательными Улучшаются и социально-экономические показатели муниципалитетов Жители Чувашской республики с доверием относятся к органам власти по охране общественного порядка Нам важно вместе с вами иметь постоянно обратную связь Когда мы постоянно находимся в диалоге с жителями Чувашской республики Гражданами Российской Федерации, когда мы имеем достаточно объективной Обратной связи и информации, всегда легче принимать управленческие решения Если Россия сильна регионами, то Чувашия – муниципалитетами В районах продолжают разрабатывать программы развития на годы вперед Власти Мариинского посада делают ставку на туризм Буквально на днях мы провели совещание, на котором определили места представителям бизнеса Которые в туриндестрии хотят предложить свои услуги в маршруте туристическом Ренско-Посадский район не затеряется ни среди других муниципалитетов никак по туризму На 2017 год, наверное, как и все другие районы, планов громадьем Прежде всего, мы участвуем в программе «Моногород» Хотим защитить свою программу Еще одна задача на местах – благоустройство территорий В ближайшие годы необходимо ликвидировать стихийные свалки Это проблема большинства муниципалитетов Наверное, в каждом сельском поселении есть какие-то несанкциональные свалки Но в нашем поселении мы решаем это уже Как бы сказать, как решаем? Решается, вывозится мусор каждый год Проблем таких почти нет В Порецком районе продолжают готовиться ко дню республики Перед гостями со всей страны отмечает глава Муниципалитет предстанет во всей красе В селе Порецком есть так называемая историческая часть Поэтому мы эти здания сейчас еще раз доводим до того логического вида, который они должны быть Чтобы они встречали гостей своим прекрасным историческим обликом Порецком это родина великих генералов От великого академика кораблестроителя Актея Николаевича Крылова Есть определенные дизайнерские задумки Отличникам муниципальной службы вручили благодарности, почетные грамоты и знаки отличия Списки награжденных больше 40 человек По традиции на сцене объявляют имя лучшего главы муниципалитета В этом году им стал Леонид Кошкин На посту руководителя ему удалось вывести Кельдюшевское сельское поселение на лидирующие позиции Дмитрий Ковалев и Александр Петров, Республика Сегодня Чмоксарская ГЭС начала холостой сброс воды Открыла один из 18 донных водосбросов Холостой сброс – это пропуск воды мимо турбин Такая практика применяется, когда объемы необходимого пропуска через сооружение ГЭС Превосходят пропускную способность агрегатов Сейчас приток воды в Чмоксарское водохранилище увеличился в 15 раз И станция уже не имеет возможности сохранять уровень верхнего бьефа на отметке 63,3 метра Пропуская поступающую воду только через гидроагрегаты О начале холостого сброса воды руководство Чмоксарской ГЭС проинформировало правительство Мариэл На сегодня уровень верхнего бьефа составляет 63,25 метра Нижнего – 54,16 В период половодия на станции проводится круглосуточное дежурство технических специалистов Построить скрытый ледовый каток с автопарковками Или сохранить рощу за ДК тракторостроителей в Чебоксарах Ситуация такова, что городу придется выбирать первое либо второе Возможен ли третий вариант, думали чебоксарские архитекторы Их позицию размышления выслушала Ольга Пырочкина Роща за дворцом культуры тракторастроителей среди чебоксарцев Стала знаменитой благодаря одному из популярных интернет-порталов Кто-то из его пользователей заметил, что по форме она похожа на котика В качестве зоны отдыха она, увы, пользуется популярностью Только у жителей близлежащих домов и асоциальных личностей Когда проектировали дворец культуры, замысел, конечно, был иной Пространство парка должно было составлять единый ансамбль с ДК Фонтаны, аллеи Однако все осталось в проекте Казалось бы, не все потеряно Только теперь парк постепенно застраивается Несистемно, очень так вот, я бы сказал, безобразно ведется освоение этих территорий На территории этого парка, городского, новоёжного района Находится и заправка, и находятся какие-то жилые образования Все это делается без основного документа, который должен быть в сопровождении всей этой работы Предвещающей всю эту работу Это работа, называется проект планировки территории А сейчас на территории рощи проектируется кадетский корпус с общежитием для студентов, стадионом и крытым ледовым катком Разместить последний требуется рядом с учебным корпусом И это настоящая головная боль местных архитекторов Город начинает выделять, формировать землю Вот пожилой дом, вот граница жилого дома Вот размещает, отводит зону катка Но опять на зелень, да? Да В год экологии опять мы на зелень сажаем Это самое вот Сооружение очень вроде нужное Такое место, чтобы и каток построить, и зелень сохранить в парке есть Вот оно Однако пока там планируется жилой комплекс, отметил Сергей Лукьянов Еще один вариант, по мнению зодчих, построить каток на месте существующей автозаправки Это они и планируют отразить в официальном письме Чебоксарской администрации Но чтобы парк стал наконец действительно парком Необходимо разработать проект благоустройства рощи Этим должен заняться граждан проект Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика Тверская область, Ржев В историю Великой Отечественной войны Битва за этот город вошла как одна из самых жестоких и кровопролитных Жертвы с обеих сторон составили почти 2 миллиона человек В конце апреля чебоксарские школьные поисковые отряды отправятся под Тверь на вахту памяти Республика Крым, Ленинградская, Смоленская области За 5 лет чебоксарские школьники побывали на многих местах сражений Поисковые отряды сформированы в 4 столичных школах 29-й и 57-й, а также в 4-й и 5-й гимназиях Ребята буквально осваивают новую профессию Учатся работать с металлоискателями и картами Правильно датировать находки и проводить исторические исследования Андрей Смелов отправляется в экспедицию уже во второй раз Я хочу почувствовать сам всю эту погоду, всю эту атмосферу Потому что приезжаешь на место раскопок, на место боев Это действительно ощущается Ощущается, что души бойцов находятся рядом со мной И каким-то образом пытаются обратить на себя внимание, чтобы мы их могли найти Первыми под Тверь поедут поисковые отряды 29-й школы и 4-й гимназии Жить придется в полевых условиях Все эти трудности, они безусловно переживаемы Потому что та цель, ради которой едут и школьники, и учителя Она направлена в первую очередь на установление имен погибших Сегодня исполнилось 86 лет митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве В миру Владимиру Кедрову Он родился в Рязанской области в семье потомственных священнослужителей В 1976 году стал епископом Чебоксарским и Чувашским В 1984 году был возведен в Санархиепископа А в 2001 в Санмитрополита Сегодня владыку Варнаву поздравил глава Чуваши Михаил Игнатьев При активном участии и огромном вкладе владыки Варнавы Чувашской митрополии Восстановлено семь монастырей Чебоксарское духовное училище Открыто более 200 приходов По благословению митрополита в епархии создан православный миссионерский центр Открыты дома милосердия для престарелых и обездоленных прихожан Для многих он стал родным человеком Несмотря на почтенный возраст, владыка постоянно служит Ездит по епархии и встречается со многими людьми Вот и сегодняшний день он провел в храме новомучеников И исповедников российских в городе Чебоксары Где совершил божественную литургию Поздравляя митрополита Варнаву Глава Чуваши отметил проводимую им большую и важную работу По сохранению духовных и культурных традиций Достойного воспитания подрастающего поколения 25 апреля Чуваши всего мира отмечают День родного языка В преддверии праздника литературный музей имени Константина Иванова Придумал квест для юных чебоксарцев Сегодня путешествие в мир Чувашской литературы совершили ученики 6-й столичной школы Узнать артистку по фотографии, найти портрет поэта среди десятков картин Такие задачки девятиклассники щелкают, как орехи Видно сразу, на уроках Чувашского время зря не теряли Однако над некоторыми вопросами пришлось хорошенько подумать Самые трудные вопросы были про Сеспеля Мы долго искали ответы И все же справились Конечно, не без помощи опытного экскурсовода К нам на квест приходят не только учащиеся школы города Чебоксар А также студенты вузов А также на наш квест приходят воспитанники детского сада В основном он у нас проходит очень оживленно Дети интересуются Вопросов здесь у нас более 20 Связаны именно Чувашской литературой Помимо квестов в литературном музее весь апрель проходит месячник Чувашского языка Все желающие могут принять участие во встречах с писателями, интерактивных занятиях А самых маленьких ждут на игровые уроки Дарина Игнатьева, Дина Кустова, Россия Мухаммедов, Республика Сохранение народной культуры дело непростое Ведь, как правило, речь идет о нематериальных вещах, устном творчестве, исполнительском мастерстве Фольклорный ансамбль «Шардан» из деревни Кадиркасы Чапоксарского района Вот уже 25 лет воссоздает забытые традиции и обряды Чувашского народа Наша съемочная группа побывала на праздновании Пасхи Попробовала мангун и поты Что это такое и с чем его едят? Смотрите в следующем сюжете Пасха или мангун являются, пожалуй, самым светлым и большим праздником Чувашского народа Издавна в пасхальную неделю было принято ходить друг к другу в гости с песнями под гармошку В каждом доме угощались, но перед пиршеством обязательно молились богам Молитвы Чуваши просили о благополучии селения, о мирном и урожайном годе Наш народ во все времена славился своим гостеприимством И в любые праздники стремились к разнообразию блюд Так одним из ритуальных блюд праздника мангун являлась каша Ее подавали на стол деревянной чаши И каждый пришедший должен был ее испробовать Обряд мангун-пыты по другому молению каши сейчас проводится редко Но по сей день в некоторых деревнях при проводе парня в армию По завершении сева или в обряде вызывания дождя угощаются кашей И возрождение этих добрых традиций – большая заслуга фольклорного ансамбля «Шардан» Мы сейчас проводим эти мероприятия для того, чтобы они сохранились Наши традиции, обычаи Вот мангун-пыты, провода в армию, свадьба Этот новоселье, осправляем щенбюртички Все эти мероприятия проводим для того, чтобы передать подрастающему поколению Мы показываем здесь именно старинные обычаи и традиции чувашского народа Не только чувашского народа, но и шарданцев в нашей местности Поэтому, где бы мы ни бываем, везде воспринимают очень душевно Фольклорный ансамбль «Шардан» действует с 1992 года И собрали здесь люди с удивительными голосами За 25 лет коллектив приобрел популярность не только у себя в районе, но и за его пределами Шарданцы постоянно находятся в творческом поиске Благодаря им в осознанном множество интересных обрядов чувашей Перенимая их у старожилов, они пополняют свой репертуар И не зря гордо носят звание «Народный ансамбль» Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, «Республика» Биатлонистка Татьяна Акимова получила премию у правительства Чувашии за бронзу на чемпионате мира в австрийском Хохфильсене Спортсменка получит 75 тысяч рублей, ее тренер Анатолий Акимов получит 37 с половиной тысяч Напомню, 9 февраля Татьяна в составе российской сборной бежала в смешанной эстафете Наша команда заняла третье место Кроме того, биатлонистке назначена ежемесячная стипендия В эту субботу, 22 апреля, в Чувашии пройдет очередной день здоровья и спорта В его рамках четыре республики смогут бесплатно посетить спортивные учреждения В акции участвуют все республиканские и муниципальные спортсооружения Бассейны, тренажерные залы, спортплощадки и катки Расписание их работы на сайте Министерства физической культуры и спорта Чувашии А в воскресенье все любители бега могут стать участниками полумарафона «Беги с нами» Дистанция в 21 километр 100 метров пройдет по маршруту Роща-Херкасы-Роща Желающие пробежать собираются в 9.30 у остановки Роща, старт в 10.00 Тем, кому сложно бежать, могут преодолеть дистанцию на велосипедах и самокатах Участие бесплатное Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика» Наши новости и программы можно смотреть на сайте ntrk21.ru, а также в соцсетях Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь И до встречи в эфире национального телевидения Чувашии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова